Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут. В студии Лена Музык. Сегодня выпуски. Нетаньяху о голландских высотах Израиля. Не так страшен закон, как его толкуют. Действие скандального закона в Израиле приостановлено. Отпраздновали на бегу. День независимости Израиля Москва отметила массовым забегом. Бенемин Нетаньяху и его жена Сара посетили гору Хермон на северной границе Израиля. Они встретились с солдатами бригады Нахаль, которая служит в этом районе, и поговорили с ними в полевых условиях за чашкой кофе. Бенемин Нетаньяху знаком с местностью. Как солдат и как командир он был в этой зоне с большим количеством операций. Премьер-министр отметил, что ему особенно важно в это время года на солнце смотреть на развитие голландских высот, наблюдать за солдатами, которые несут службу, и на территорию, которая навсегда останется под израильским суверенитетом. Сегодня утром в ходе перестрелки с израильскими военными в Завуате был ликвидирован Амир Халифа, полевой командир боевиков бригады мучеников Аль-Аксы. Халифа подозревают в участии в нескольких обстрелах военнослужащих Цахала. Последние два года он находился в розыске. Лидеры боевиков ликвидировали во время контртеррористической операции, которую Цахал проводил в Наблусе. Среди израильских военнослужащих в ходе операции никто не пострадал. Верховный суд Израиля внес постановление о временной приостановке действия поправки к закону о судебной власти, лишившей суд права отмены решений правительства. Наложенный запрет не является выражением позиции суда по существу дела и вынесен исключительно из соображений эффективности в целях всестороннего рассмотрения ходатайств, поданных противниками поправки. Ранее суд не нашел оснований для приостановки действия поправки на время судебных слушаний. Обжалуемый закон накладывает запрет на применение судами так называемого принципа разумности или юридической несостоятельности, являвшегося частью системы издержек и противовеса в политическом устройстве страны. Основанный на мнении суда о справедливости в той или иной ситуации, он позволял накладывать вето на решения правительства. Теперь этого права суд лишен. На слушании, которое состоится 12 сентября, богатство впервые в истории соберется в полном составе. Рассматривать иски против поправки к закону будут все 15 членов коллегии Верховного суда. В разгар летних каникул в Израиле участились случаи нападения скорпионов на детей. В результате вспышки агрессивности желтых и черных скорпионов пострадали местные жители. В больницу доставлены дети разного возраста, в тяжелом состоянии, ужаленные скорпионом, со следами от жала на ладонях и на ногах. Желтый скорпион – один из двух самых опасных для человека видов. В случае укуса следует немедленно призвать на помощь медиков и не пытаться оказать себе помощь самостоятельно. Сенатор от штата Мичиган Сильвия Сантана принесла извинения за то, что присоединилась к делегации политиков-демократов, посетивших на этой неделе Израиль. Сантана подверглась критике из-за посещения Израиля от представителей арабо-мусульманской общины своего округа, в который входят Дирбон и Дирбон Хайтс. Эта поездка была организована для законодателей штата с целью узнать больше об отношениях Мичигана с Израилем. В своем заявлении сенатор отметила, что ей следовало проявить большую осмотрительность, принимая приглашения. Многие избиратели поддержали сенатора, отметив, что Сантана не должна извиняться за поездку в свободную страну. Москвичи отпраздновали 75-летие независимости государства Израиль за бегом. Участники пробежали дистанцию в 7,5 километров. Стартовали бегуны с территории ВДНХ. На что вы готовы пойти ради любимой страны? Чрезвычайный посол государства Израиль в Российской Федерации Алекс Бенцви стал атлетом на один день. Он и раньше доказывал свой патриотизм спортивными победами. В юности после репатриации Советского Союза Алекс играл в футбол за команду города. Я очень рад, что мы это можем проводить. И для нас это действительно очень важное мероприятие. Дает возможность всем поучаствовать, даже выиграть. Полет в Израиль тоже будет такое. Так что я очень доволен, что нам это удалось сделать сегодня. Под руководством чрезвычайного посла Израиля символические 7,5 километров пробежали 300 человек, включая его супругу Эдну. Этот вечер очень-очень красивый. Я рада всем, кто приехал, чтобы compartir с нами спортсменный день. Я рада, что это время. В конце концов, солнце вышло, и это прекрасный день. И это прекрасный спортсменный день для всех. Социологи Израиля самыми любимыми видами физической активности среди израильтян называют спортивную ходьбу и бег. В Израиле, если гуляем по морю, и вообще велосипедные дорожки, бегуны, просто пробежки по морю, спорт, это на самом деле все. Это дает не только здоровье, но еще и бодрый дух, как сегодня у нас. Москва в этот день догнала Израиль. Дипломат Владимир Шкляр организовал подобные марафоны в разных областях Эрец Израиль. Там есть марафоны Мертвого моря, Тель-Авива и Иерусалима. Марафон – это великолепное мероприятие, которое привлекает не только спортсменов и зрителей. Это, конечно, и здоровье, но это и показывает красоты нашего города Иерусалима, куда я вас всех приглашаю. Всеволод Бегрученко – в прошлом профессиональный танцор. А теперь, как он сам шутит, средний любитель в беге занимается им с апреля этого года. Я считаю, это вообще здорово, знаете, особенно в беге, потому что в беге самое добродушное комьюнити, самое доброе, поддерживающее друг друга. И особенно для бега это вообще неоценимо. И очень здорово, что вы организовали данное событие. Я очень счастлив, что побывал тут, побегал. Забег стал марафоном дружбы. Он помог участникам оздоровиться, отметить юбилей целой страны и найти товарищей по интересам. И последнее. На первом еврейском субботу после шабата выйдет очередной выпуск итоговой еженедельной программы под названием «Община». В этот раз вы узнаете о жизни еврейской общины Калуги. Мы присутствуем во всех популярных социальных сетях. Инстаграмме, Вконтакте, Фейсбук. На наших страницах доступны обзор важнейших новостей еврейского мира и нашей передачи. У нас есть два телеграм-канала. Вы можете следить за новостями еврейских общин по всему миру в сообществе «Первый еврейский». А канал «Стмэгги. Горские евреи» собирает всю информацию касательно жизни Джоуро. Мы всегда рады обратной связи. Подписывайтесь на наши каналы в телеграм, следите за обновлениями в соцсетях, оставляйте комментарии. А это все новости еврейской жизни на сегодня. Если вам нравятся наши выпуски, ставьте лайк, подписывайтесь на «Первый еврейский». Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие выпуски. Пишите комментарии, нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин